Привет, привет, мои дорогие рукодельницы! Сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такой аксессуар в костюмной елочке. Эта елочка сделана на креплении уточка. И очень нелегкая, потому что сделана она из фоамирана. Давайте все по порядку. Берем ходьбин. Шириной он у нас 15 см, а длиной 1,5 мм. Складываем его пополам. И начинаем собирать на ниточку. Стягиваем ниточку, но не сильно, оставляем внутри оттруглешок диаметром примерно 1,5 см. Распушираем патент, рассоединяем его по кругу. Елочка наша будет состоять из фоамирана и кожзам. Фоамиран у нас глиттерный. А кожзам, видите, блестящий, он очень тонкий, на тонкой основе, но очень красивый. Нам понадобятся шаблоны. Заготовить их очень легко. Надо сделать круг и взять половинку круга. Эти шаблоны для фоамирана. Показываю поближе. 13 см. 11 см. 10 см. И 8,5 см. 8,5 см. Еще раз повторюсь, такие шаблоны очень легко сделать. Циркулем надо измерить, начертить круг на картоне и просто отрезать половинку. Вот так на фоамиране зубочисткой обводим шаблон и вырезаем. Теперь возьмем шаблоны для кожзам. Самый большой шаблон у нас 10 см. 8,5 см. 7,5 см. И 6 см. Так же само обводим, положим на кожзам и обводим. Только в этот раз мы исчезающей ручкой переводим, вырезаем. Берем зашикалку и опаливаем. Теперь соединим по две детали. Глиттерный фоамиран снизу, сверху кожзал. Располагаем его так, чтобы это была середина. И по краям делаем мелкие-мелкие на бревне ножницы. Стараемся доходить только до кожзам. Не касаясь лиц. И так все детали. На утюге берем, прогреваем только фоамиран. Стараемся только кончики, где мы делали на бревне. Они начинают кучерявиться, закручиваться в разные стороны. Будем становиться похожи на елочку. Да, кстати, прикладываем к утюгу блестящей стороной. В процессе я провела эксперимент. А что если сразу взять и приклеить кожзам к глиттерному фоамирану? И потом прикладывать к утюгу. И знаете, он удался. Можно и так, и так делать. Сразу приклеить. Вот я показываю. Видите, сразу приклеила. И в принципе, они закручиваются как надо. Вот эти вот части фоамирана. Они тоже кучерявятся в нужную нам сторону. Но вы делаете как хотите. Можно и так, и так делать. Вот я показываю процесс приклеивания кожзам к глиттерному фоамирану. Глиттерный фоамиран блестящей стороной к нам лицом. Ну вот, все детали готовы. Теперь мы будем создавать нашу елочку. Промазываем клеем на стыке и аккуратненько придерживая, склеиваем. Вот получается вот такая шапочка. И так все остальные детальки. Берем фетровый пятачок 4,5 см. И приклеиваем на самую большую детальку к низу. Теперь вот на кончик ее конуса наносим клей. Следующий конус по размеру на него наносим клей. И немножко подождем. И начинаем собирать нашу елочку. Мы не сильно давим друг на дружку детальки, чтобы у нас был зазор между ними. Берем нашу фатиновую заготовочку. Берем два фетровых пятачка диаметром 4,5 см. И приклеиваем по центру их в серединке с одной и с другой стороны. Берем еще один фетровый пятачок. В моем случае 4,5 см. Берем зажим или уточка, как она еще называется. Просто я делаю на такой основе. И приклеиваем к ботиновой заготовке. Можно также сделать на ободочке. Вместо луточки сделать ободочек. Приклеить к ободочку. Былочка из фальмирана и из тонкого кожзама. Она получается очень легкая. Но тем не менее она объемная. Красивая получилась. Смотрите, какая. Все приклеиваем на елочку к фатину. Осталось только украсить нашу елочку. Видите, она какая объемная. Со всех сторон красивая. А вот так можно украсить елочки. Я беру всевозможные полубусины всяких разных размеров и украшаю елочку ярусами по кругу. Приклеиваю эти полубусины. Еще вот я беру снежинки. На фатине по кругу приклеиваю вот такие снежинки. И полубусины беленькие. А на макушечку я делаю просто бантик из парчи. Вот такая у меня елочка получилась. Смотрите, какая она нарядная, красивая. Вот так она смотрится на головке маленькой прелестницы. Все, всем пока-пока.